Десятки новых домов, детские сады, школы. В ближайшее время в городе вырастет новый микрорайон. Где он будет находиться и как выглядеть сегодня показали журналистам. Это заснеженное поле в поселке Гремячево в недалеком будущем станет новым современным микрорайоном. Площадь жилья, которую планируют тут построить, измеряется сотнями тысяч квадратных метров. То есть новоселье справит около 10 тысяч человек. Высотность жилых домов начнется с семи этажей, но самыми высокими станут так называемые свечки. В 16 этажей. Кроме жилья построят два детских сада, по 240 мест и школу. Традиционный в таких случаях вопрос, как туда добраться, тоже обещали решить. В первую очередь, когда будет строиться, будет осуществляться перевозка типа газелей микроавтобусами. А потом, когда весь микрорайон будет достроен, то есть они будут включены в схему массажирского движения уже городского. Ну, какого вида, естественно, троллейбусы здесь ходить не будут, но автобусные и микроавтобусные будут транспортной схемой обеспечены. Участок земли, на котором и будут строить район, принадлежит частной компании. Однако часть территорий застройщик отдаст городу на решение социальных программ. К примеру, для расселения из ветхого и аварийного жилья. Если все пойдет по плану, строительство начнут уже в этом году. Но жителям коттеджа неподалеку от места предполагаемого строительства боятся, судя по всему, нечего. Сносить никого не будут. Так или иначе, 17 февраля пройдут публичные слушания по строительству микрорайона. Все пожелания и замечания можно будет высказать там. А вот на очистной станции завраженные работы уже начались. Там ведутся монтажные работы нового цеха по очистке сточных вод. Чебоксары станут первым городом в Поволжье, где будет организовано производство по новым технологиям. Раньше сточные воды сбрасывались без очистки в Чебоксарское водохранилище, а водоканал оплачивал негативное влияние на окружающую среду. Для полного прекращения сброса таких вод и необходимо строительство современного обрабатывающего комплекса. Строители уже приступили к монтажным работам цеха механического обезвоживания осадка и на трубопроводе подачи осадка из горизонтальных отстойников. Ведется подготовка к обустройству бетонного основания специального резервуара сгустителя осадков. Сейчас полностью готова строительная площадка. Вырублена часть деревьев и кустарников, демонтированы ливневые стоки, вырыты два котлована. Работы ведутся по графику. За 17 месяцев сооружения будут построены и сданы. Напомним, контракт стоимостью 163,5 миллиона рублей на строительство комплекса сооружений по обработке осадков был заключен в октябре 2013 года. Работа проводится в рамках совместного проекта правительства России и Международного банка реконструкции и развития.